Нам это удалось сделать. Ведь даже тогда, когда российский рынок был закрыт для молдавских виноделов, первую дорогу открыли Гагаузы. Первую мы открыли дорогу. И после этого мы, получается, жители Гагаузы способствовали тому, что и молдавские производители с другой части территории страны тоже открыли для себя этот рынок, пошли по нашему пути. А мы обеспечили возможность контроля качества нашей продукции, прозрачность всех наших действий, что никакого реэкспорта с Европейского Союза не будет. Мы дали этой гарантии. И пошла работа. Мы работали с Востоком и пользовались возможностью отправлять свою продукцию туда беспрепятственно. Это было нормально. Одновременно наши виноделы работали, и те, кто отправлял продукцию за рубеж, работали с Европейским Союзом, пользуясь теми возможностями, которые представлял Европейский Союз. Одновременно работали и с Турцией. Я могу, если грубо сказать, по меньшей мере 100 миллионов мы получили поддержку со стороны России. Около 100 миллионов даже больше получили со стороны Турции на многие инфраструктурные проекты. И еще и привлекли ресурсы с Европейского Союза больше, чем на 100 миллионов. Вот если бы такую политику, как мы проводили у себя, проводила Республика Молдова, ну не было бы такой ужасающей картины, связанной с миграцией населения. А миграция населения приобрела такой характер, что это уже угрожает действительно молдавской государственности. И более того, мы можем получить вместо независимой Республики Молдова независимый дом престарелых.